Всем привет! Мы начинаем с вами новый влог. Начать я его хочу, что я вот ногти сняла, покрыла бесцветным лаком. Похожу пока что так. Потом дальше покрою. Дело в том, что я или какую-то ошибку допустила покрыть, или еще что-то непонятно. В общем, у меня пластом все отошло. Не знаю почему, но не все, конечно, кое-где. Ладно, мама сказала, что это, скорее всего, может или гормональное быть, или еще что-то. Ну, в общем, или я неправильно покрыла, или же, ну, как бы я 12-13 дней с ними отходила. 13 дней, да. Фокус, вернись, я все прощу. Поставила Лешины вещи, сейчас отстираю и поеду в Ашан. Так, и что же мне пришло тут? Дело в том, что я заказала на Тикитекс. Тикитекс это магазин Ивановского трикотажа. Там огромнейший ассортимент мужской, женской, детской одежды. Я оставлю все ссылки, обязательно проходите и смотрите. Я заказала тут три костюма себе, маме и Леше. Вот так вот он приходит, этот заказ. Я заказывала доставку курьером Почты России. И давайте распаковывать и смотреть. Вот так выглядят эти три костюма. Один с шортиками для мамы. Я заказала размер 50. Это Натали. 46-56. Это размерный ряд тут указан. И также состав у нас, по-моему, хлопок 100%. В общем, сейчас распакую, покажу. Цвет ментол. Вот такой. Я на себе, девчонки, примерю обязательно. Дальше у нас мой костюм. Я заказала цвет беж. Тоже 50 размер. Я люблю посвободнее. Так я ношу где-то 44-46. Вот так вот. Все зависит от размерного ряда, от самой одежды. Маломерка, большемерка. И от того, как посадка именно на груди. У меня грудь большая, из-за этого могу 46 заказывать себе. В общем, тоже хлопок. И костюм у нас тоже Натали. У Талии мои печали. Натали. Такой, знаете, кофе с молоком. Красивый цвет. И вот такой вот мужской костюм. Я заказала 58 размер. Тоже посвободнее. Нью-Йорк. Мне он очень понравился. Вот. Это наподобие, как у моего папы, костюмы. Сейчас они такие, знаете, практичные, модные, классные. Сейчас все распакую и покажу вам. Девчонки, для начала распаковала свой. Костюм. Хочу сказать, что тут очень-очень такой вот плотненький, хороший материал. Прям вот отлично. Мне кажется, он и гладится будет классно и все. Так. Состав, смотрите. 90% хлопок, ну как я и говорила. И 10% лайкра. Вот такая у нас футболка. При желании можно рукава подкатать. И вот такие лосины-шорты. Не люблю, когда мои ляшандрики обтягиваются. Ну, то есть ляшки. Поэтому все прям отлично сделано. Внутри вот шовчики. Вот здесь все прошито, видите. И резиночка. Очень люблю такие широкие резинки. Потому что если сделать уже резинку, она будет скатываться. Так, следующий костюм мамин. У этого костюмчика ткань более легкая. Такая, я бы даже сказала, облегченная. По составу 70% хлопок и 30% полиэстер. Но мне очень понравилось, что в составе есть полиэстер. Потому что ткань будет держать форму. Вот что мне сказала мама. Я ей скинула этот костюм. Она говорит, классный. Сзади у нас вот так, а спереди наполовинку. И тут вот так вот делается воротничок. Она сказала, классный. Ей прям он понравился. Вот сзади как выглядит. И тут вот так вот будет. И шортики. Шортики прям легкие-легкие. Она вот такое любит с карманчиками. Резиночка тут поуже, чем на тех. И качество, как я сказала, более легкое. Но мне кажется, ей очень понравится. Она такие вещи очень любит со шлепками гонять дома. И сейчас распакую мужской костюм. Ой, я извиняюсь за машинку. Мужской костюм у нас по составу 70% хлопок. Тоже 30% полиэстер. Но больше всего мне понравилась вот такая, смотрите, футболка. Со вставками в клетку. Серенькая. Нью-Йорк. 1992 год. Мне больше понравились штанишки. Резинка средняя. Ну, такая вот. Вот она как. То есть не вот так, а вот-вот-вот так. Резинка средняя. Посадка отличная. Прямые брюки. И что мне нравится, что с любой футболкой можно эти брюки сочетать. Будет то это черная, белая, красная. Да, абсолютно любая. Клетка тут разноцветная. И вообще будет очень-очень круто. Комфортный такой костюм. Легенький. Вообще супер. Да. Все вам обязательно примерю. Приветики. Значит, смотрите. Первое. Это вот такой вот костюмчик. Вот так вот он выглядит. На маме он, соответственно, будет смотреться чуть подлиннее. Потому что она ниже на 10 сантиметров. Я сейчас так разговариваю, потому что у меня во рту отбеливающие полоски. Вот как он, собственно говоря, смотрится. Неплохо, да? Прям отлично. На дачу, на отдых куда-то. Легко, хорошо и круто. Сейчас покажу свой. Сейчас показываю свой. Единственное, что, наверное, надо было чуть-чуть поменьше заказывать, чтобы вот здесь немножечко, видите, собирается. А так по качеству, вот такой он по длине, попка, все хорошо. Не обтягивает ляшечки, как я люблю. Вот так вот футболочку. Классный костюмчик. Так, еще сзади покажу. Ну, я вашего покажу в следующем влоге, потому что мне его сейчас не поймать, чтобы он померил. А вот в следующем влоге обязательно вам покажу. А свои я показала. Ну, круто, че? Так. Тоже так вот. Единственное, что я чуть-чуть футболку подлине. Вот так чуть-чуть. А так круто, круто. И вот эта вот часть немножечко не нравится. Особо 1 ватая. А так прям очень. И мне он хорошо, реально. Я гоню быстро. Я гоню быстро. Я гоню быстро. Ну что, я дособралась. Вот такой у меня сегодня лучочек. И еду я по делам. И заодно заеду в Ашан, чтобы глянуть мясо, овощи и молочко. Мне интересует. Ну, творог, сыр. Вот это вот все. Все обязательно поснимаю. И если я что-то куплю по-любому, я вам обязательно покажу. Поехали. Как всегда по традиции, погодка полная кайфу. Знаете, такой ветер очень классный. И при этом не жарко и не холодно. Кайф же. У меня есть на небе почти нет тучек. Все, я приехала. Направляюсь по Ширской Глазе. Там у нас Ашан и подружка. Вот. Мама попросила больше, чтобы подружки посмотреть. Тоже гляну и все куплю, то покажу. Вот она, Каширочка. Каширочка, Каширочка. И динозавр. Вот этот магазин для животных. Сейчас тут роняшку к ней посмотришь. Ну, что сказать. Тут выставили море всяких разных игрушек. Мечей. Всяких разных. 500, 400 есть. Ладно, пойдемте за нас. Так. Голень она. Есть. Потом чашлыки, кстати, разные. Курица вся. По поводу курицы все, я думаю. Так. Получается, будем до 8-го. 6-го. Короче. Ну, в принципе, морозилку выкидать. Поэтому нормально. Так, 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 так фарш. Меня интересует. Фарш, фарш. Какой? Какой обрала? Очень москидка. Целая курица каждый день. 139 за килограмм. Потом. Дальше петелька. 139. 139. 139. Так, так, так. А мне нужно филе. Мне нужно филе. Да. Есть филе. 219 рублей. Вот это вот. Такое. И есть все за 219. Свежесть, которая... Ну, то есть, одинаково они стоят. Воров. Воров на зубе санку. Это один жирный. А мне нужен жирный черт. Так. Вот. Вот этот вот. Глаз. 9%. А вот осталось филе. Намаманно. Масло. 82,5. 68 рублей. Такое. Их масло. 77. Ну, там 77% жирности. А мне 85,5, наверное. Ну, яйца. Яйца, яйца. Что-то как-то потеряла яйца стоит. Ладно, яйца магниты буду брать. Кофе вот такой вот. 89 рублей. У меня заинтересовала вот эта банка. Получается 160 грамм. Крема. 279 рублей. Взять попробовать что-то. Интересно. Такой же он будет как на стопе или нет? 270. Не, это дорого. 145 рублей. Крема стоит магниты. Можно сделать себе вот это вот. Просто. Просто. Вот такой вот листинковый шампунь против перхоти. И антистатик для волос. Цены видите. Маска вот такая. Посту 99 рублей. Закроет все. А как дышать? Или это для головы? А, это для волос. Извиняюсь. Вот. Еще вон там маска для волос. 125. А больше, а больше. Все такое. Станки тут. Вот почем. Ну, тут два лезвия. Два лезвия хуже, чем в 3. Есть вот такой стана. Со сменным лезвием мужской и женской. Да. А крем для депиляции. Это все для депиляции идет. Духи какие-то. Без гаранты. А вот это меня реально заинтересовало. Смотрите. Яичный шампунь от Clarissane. И вот такая же восстанавливающая яичная маска. Интересно. Есть еще коньер вот такой. А маска сколько стоит? А не видно. Есть еще шампунь Marussi. Вот такой. А вот смотрите. Фиолетовая банка, бальзам. Нейтролизатор желтый. Кто пробовал. Говорите. 124 рубля стоит такая штука. Фиолетовая банка. Фиолетовая банка. Фиолетовая банка. Вот такая штука. Не стала я брать эту. Всего дофига. Надо использовать. А вот это интересно. Моделирующая альгинатная маска. 113 рубля. Ну что, возьмем, попробуем. Так. По тканевым маскам. Ну что, вот так. В принципе. Ничего нового. Вот это вот штука классная. Девчонки. Вот это вот. Вот она. Надо прям парочку взять. А, гон. Янтарь. Вечер. Герантол. Люкс. Ну что, пришла я с магазина. Я еще зашла в магнит. Докупила то, что мне нужно. Но я как бы два прохода пришла. Вот. Зашла, ушла. Вот. Ну тем не менее, блин. Видите, какая тяжесть. Ну, нормально. Ладно. Давайте по Ашану. Купила я два масла, как я вам его показывала. Это буренкин лук. 82,5. По 8 тысячам рублей. Я уже точно не помню. Вам показывала цены. Дальше. Творог вот такой взяла. Он по составу нормальный. 9-ти процентный. Я его сейчас в морозилку кину. Это на запеканку. На ленивые вареники, возможно. Ее 4 пачки брала. Вот такой. Вот 9-ти процентный творог по 180 грамм. Еще один. 4 штучки 35 рублей. Дальше голень. С кожей 826 грамм. У него осталось, грубо говоря, пару дней срока годности. Но он у меня, этот лоток будет храниться в морозилке. Поэтому нормально. Вот эту индейку я брала уже фарш. Макарон по-флотски. Нормальный фарш. Девчонки говорили делать сама. Но мне нечем делать. Поэтому нет у меня погружного блендера. Поэтому покупаю готовый. Он тоже у нас 500 граммовый. Его до 13-го. Дальше. Вот это баловство чистой воды. Потому что меня уже подташнивает от такого нормального кофе. Естественно, порошкового. И мне захотелось с этой дряни. Честно, захотелось. Поэтому я взяла. Необязательная покупка. Вот. Потом вот это. Филе грудки. Господи. Вспоминала, как называется. В общем, тоже взяла. Тут у нас почти килограмм 878 грамм. Кстати говоря, филе самое дорогое с мясного. Ну, по крайней мере, дешевле намного, чем магните. Я сейчас зашла 328 рублей. В магните стоит куриное филе. Дальше коллагеновую маску. Взяла моделирующую черного жемчуга. Очень интересно попробовать. У меня что-то барахлит провод. Я взяла себе сменный. Вот такой. Ну, посмотрим. Будет он работать. Нет. 80 рублей. Потом. Вот такую маску я еще не пробовала. Это yellow clay с желтой глиной. Персик. Кстати, вот эти маски. Суперфуд от Кафе Мими. А Кафе Мими, да. Очень классные. И вот это я могу очень сильно посоветовать вам. Очень настоятельно. Потому что сейчас лето. Невероятно крутая. Пудораживающая вашу кожу. Покалывающая. Охлаждающая. В общем, классная маска. У меня есть пост отдельно в Инстаграме. Кстати, зайдите, посмотрите, если будет интересно. Все, я сейчас убираю. Буду показывать вам покупки магнит. Так, это магнит. Взяла вот такой вот бульон. На всякий случай. Пусть будет. Это от маги. По 23 рубля он по акции был. Дальше. Букет приправ. Я постоянно беру эту приправу универсальную. По 40 рублей она была. Дальше. Еще один букет приправ. Универсальная. Лимонная кислота. Почистить машинку. И почистить чайник. Сейчас у нас благофильтр, но чайник все равно пока что в наличие. Нам сейчас как право наливаем. Две штучки. Я не помню, по 28 рублей что ли. И вот такой вот еще один куриный бульон. Да? А, нет. Ну домашний. Просто обычный. Короче. Понятно. Дальше взяла кабачки. Не взяла, представляете, сметану. Хотела, блин, сделать кабачки со сметаной. И забыла в сметану. Как всегда пошла. И самое главное забыла. Кабачки взяла. Три штуки очень плотные. 138 что ли рублей. Картошка молодая. Я не помню, девчонки, честно. 40 что ли рублей. Помидоры по 90 рублей взяла. Потом пару морковочек. Но я не сильно много, чтобы тащить поменьше. Укроп. Убожаю укроп. Девчонки, это самая моя любимая зелень. Батон вот такой взяла дедовский. И, собственно говоря, что говорить? Комментарий излишний. Второй пакет. И последний пакет. Что я взяла? Я взяла яйца куриные. Затем лук. Очень интересная форма. Ну, тоже три штучки. Крупа манная мне нужна для запеканки. Яблоки. Грэнни, по-моему. Да. В общем, они кислые. Я их обожаю. Сейчас откину их, так скажем. Два вида макарон. Вот такие вот цветки. Они разные. Вот тут такая форма. А здесь вот такая. Дальше кофе. Наша любимая смазка по 100 рублей стоит. Вот такое. И хрен взяла. Хрен для добавления в блюдо. И последнее, что взяла. Это молоко. Домик деревни. 1,4 битра. 84 рубля по акции было. Вот такая продуктовая корзина. Пойдемте я вам покажу. Это подарки для раняшек. В общем, у моего мальчишечки, мальчишечки моего, волосятенького, не было дождевика. Мама говорит, так и так. Сейчас дожди в Волгограде. И дождяка, 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 дождевика нигде нет. Невозможно его купить. Видно, расхватали собачники. Я нашла по нормальной цене 680 рублей дождевичок. Сейчас покажу. Это у нас сеть зоомагазинов Бетховен. Я вам показывала. И самое интересное. Во-первых, у меня скидка прошла. Что-то там 5%. И у меня была скидка. Скидка была какая-то. То ли со Сбермаркетом, то ли еще что-то. Но промокод у меня какой-то был. Давно еще. В общем, давайте открою, покажу, что купила. Ну и, естественно, мои конфеточки. Вот такие лакомства. Медальон из мяса ягненка. Обязательно смотрела, чтобы мягкий. Потому что этот засранец твердо не ест. Тут вот состав. Прекрасно, шикарно. И вот они. Классные. Девчонки, гляньте, как это Йорк. Скажите мне, пожалуйста, собака Йорк нарисованная. Ну, сфотографированная или нет. Очень красивый щеночек. И вот такие вот взяла из мяса утки. Тоже мягенькие специально. И вот он, дождевичок. Во-первых, вон внутри. Тот, что мама смотрела, он был просто клеенка, короче. А тут, увидите, как сделано. Тут вот здесь сеточка. Тут вот такая резиночка. Здесь капюшончик. Вот. Сзади у нас вот так вот все. Размер у нас М. Да, М вроде. М-ка же. Я же М-ка брала. Да-да-да, М-ка. 30 сантиметров. Ну, и могут как раз письюху, чтобы не закрыла. Потому что если письюху будет закрывать, он будет описивать его постоянно. И капюшончик вот такой. Классный? Классный. Тут еще такой класснючий рисуночек. Тут и собачки. И разные породы. Ой, как я соскучилась по этой жутке. В общем, да. В общем-то, три клепочки. Тут вот так все сделано. Мне кажется, отлично. Вот и все, девчонки. Вот такой вот у нас был с вами продуктовос... Купатнический влог. Ну, в общем, я покупала продукты. Вот. Я надеюсь, вам было со мной интересно. Надеюсь, вообще вам такие форматы нравятся, когда я хожу, покупаю что-то. В следующем влоге будем с вами готовить кабачки. Обязательно их буду готовить. Я схожу за этой сметаной, которую я забыла. В общем, и что, и будем продолжать с вами худеть, закреплять, так скажем, результат. Ну, что, на этом я с вами прощаюсь. Всех люблю, всех целую. И надеюсь, вам этот влог был интересен и полезен. Если же это так, не забудьте поставить пальчик вверх. И если вы не подписаны, то обязательно подписывайтесь. И оставьте любой комментарий, если не сложно. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока. До скорой встречи. Целую в плечи. Целую в плечи.